С стадиона Олд Траффорд в Манчестере футболисты Волгоградского ротора выглядели напряженными и внутренне собранными. Грамм даже английского футбола раскованными и крайне уверенными в себе. Вряд ли они предполагали, что их ждет в ближайшие полчаса. Вряд ли этого ожидали тысячи наших болельщиков и специалистов футбола. Даже российское телевидение решило не тратить средства на трансляцию обреченной для нас игры. Однако воспитанники Виктора Прокопенко с первых же минут встречи показали, что они приехали за тысячи километров не для того, чтобы выступать в роли мальчиков для битья. Оглушительный рев 30 тысяч английских зрителей, авторитет одного из лучших европейских клубов, лидирующего в нынешнем чемпионате Англии, не смутил волгоградцев, которые сразу же заперли все подходы к своим воротам, то и дело бросая вперед настырных и быстрых Есипова Нидергауза и юного Зернова. На 16-й минуте Зернов и Нидергауз разыграли великолепную стенку на левом фланге. Зернов выманил на себя Шмейхеля, вернул мяч в своей восьмерке, и Нидергауз оставалось только закатить его в пустые ворота. Пока англичане приходили в себя и старались безуспешно ответить тем же, в дело включился Олег Веретенников, о котором, вероятно, забыли, что он является лучшим бомбардиром российского чемпионата. Подхватив мяч недалеко от средней линии поля, Олег беспрепятственно дошел с ним чуть ли не до самой штрафной и нанес свой фирменный удар в нижний угол ворот. Вратарь сборной Дании Шмейхель оказался бессильным в этом эпизоде. Английское телевидение несколько раз повторяло гол, забитый Веретенниковым, и действительно было на что посмотреть. Первый по-настоящему опасный момент у ворот ротора возник лишь минут за 15 до перерыва, когда Коул бил в упор по пустым воротам, но Беркетов в отчаянном прыжке спас свою команду. И все же на 59-й минуте, когда Саморуков не сумел удержать в руках мяч после сильнейшего удара Коула, оказавшийся тут как тут с Коулс, вышедший на замену, добил его в сетку. 2-1. В дальнейшем англичане скатились на тактику откровенного силового давления и навала. Шмейхель покинул свои ворота и пришел в штрафную ротора помогать полевым игрокам. И именно ему, вратарю Манчестер Юнайтед, которому помог еще и Коул, удалось в конце концов сравнять счет, что, согласитесь, в футболе случай весьма неординарный. Но произошло это уже в самом конце игры, и не смогло спасти Манчестер Юнайтед, который оказался выбитым таким образом из Кубка Уэфа по сумме двух игр. А ротор пошел дальше.